Байкальский фестиваль регионального кино стартовал сегодня в Иркутске. Нас ждет неделя, наполненная фильмами, мастер-классами и новыми знаниями. Подробнее о фестивале поговорим с его организатором Александрой Мерзляковой. Александра, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, посмотрите, получается, фестиваль открылся сегодня, но сама церемония открытия завтра. А сегодня зрители увидели фильм «Обыкновенный фашизм». Правильно я говорю? Да, вы совершенно правильно говорите. Мы называем для себя этот показ закрытым, ну или предпоказом, да. И мы посвятили его 120-летию Михаила Рома, собственно, которому и посвящен в этом году наш фестиваль. Мы решили, что было бы здорово отметить эту дату, потому что Михаил Ром – уроженец Иркутска. И для нас это с вами, для всех должна быть очень большая гордость, что такой мощный и известный во всем мире кинематографист с нами ходил по одной земле, грубо говоря, вдохновлялся Иркутском и стал вот таким огромным талантом. Наверное, даже не все иркутяне в курсе. Да, очень многие удивляются, потому что действительно величина такая мировая. И фильм «Обыкновенный фашизм» тоже является такой мировой классикой, антивоенной. И этот фильм мы обязательно хотели показать. И мне кажется, что здорово, что это получилось. Ну, церемония открытия завтра, то есть официальный фестиваль стартует завтра? Да, официальный фестиваль у нас стартует завтра. Мы, естественно, ждем всех наших гостей. Все входы на все активности нашего фестиваля абсолютно бесплатны. Старт наш будет завтра в 19.00. Мы ждем вас. Познакомитесь с нашим жюри, с нашими экспертами. Посмотрите, какие у нас участники будут принимать участие в фестивале. И, конечно, посмотрим фильм «Открытие фестиваля». То есть у нас, как на любом большом кинофестивале, есть фильм «Открытие». И нам тоже очень радостно и гордо, что в этом году наш фильм «Открытие» посвящен одному из членов нашего жюри. Вот. Это замечательный, замечательный человек. Он был у нас уже в гостях в Иркутске на третьем БФРК. И вот мы его вновь пригласили. Это Владимир Фенченко. Он самый такой матерый кинематографист, известнейший преподаватель в ГИКа. Он вырастил огромное количество режиссеров, вдохновил их. И они как бы из любви к нему, к своему мастеру сняли вот это замечательное кино. Поэтому, мне кажется, для зрителей это классная, уникальная возможность, что можно с таким мэтром познакомиться и увидеть его мощь на экране. Понять, с кем ты встретился в одном кинозале. Я, кстати, записывала с ним интервью. Очень экспрессивный такой, интересный преподаватель. Да, да, да. Это вот будет фильм «Открытие». А расскажите зрителям, кто хочет присоединиться по ходу недели, когда, как. Можно ли это делать онлайн или обязательно приходить в кинотеатр? У нас будут показы онлайн. Именно в моменты, когда фильмы будут выходить в кинотеатре, будут показываться они также и на YouTube-канале. Но я бы рекомендовала, конечно, прийти в кинотеатр, потому что живого общения с экраном, с дыханием и реакцией зрителей вокруг ничего не сравнится. И очень здорово, что у нас будет целых три дня просмотра именно работ наших участников. 27, 28 и 29 октября мы смотрим работы по всем номинациям. Они у нас такие немножко вперемешку, да. То есть можно посмотреть сразу за один день и документальный фильм, и игровой, и рекламный ролик, и видеоарт, и даже музыкальный клип. Так что это здорово, что сразу в кучу много энергии и информации можно получить. Региональное кино. Это Иркутская область, Забайкальский край, Якутия. Якутия, Красноярский край. Красноярский, да. Но мы как бы стараемся каждый год, конечно, расширять наши границы. То есть начинали мы вообще только с Иркутской области, но постепенно-постепенно стали увеличиваться, потому что хотелось как бы помочь всем кинтографистам выходить на большие экраны. Но из-за пандемии немножко остановили этот процесс, поэтому второй год подряд вот пока в таком составе. Мне очень интересно, когда вы задумывали этот фестиваль, какова была его цель и какая она сейчас. Потому что о региональном кино много говорят. И мне кажется, на мой взгляд, что в последние несколько лет оно прям стартануло. Особенно вот Якутия. Ну да, Якутия. У них вообще очень большая кинтографическая история. Уже больше, мне кажется, 20 лет она продолжается. То есть там первые какие-то кинохорроры снимались в Якутии и так далее. У нас еще даже не мыслили о том, что можно здесь пытаться снимать большое кино. Но когда мы задумывали этот кинофестиваль, это было 15 лет назад. Ой, 15, господи, в 2015 году. У нас была стратегическая сессия кинтографистов. Мы как бы постарались объединить всех людей, которые занимались видеопроизводством или кинематографией в городе. И обсуждали, кто бы что хотел увидеть. И у нас образовалась такая команда. Я и Юлия бывшего, мы были в группе, которая была за фестиваль. Мы говорим, ребята, самое классное и важное — это сделать фестиваль. Потом к нам добавился Юрий Яшников. И, собственно, втроем мы в итоге создали этот проект, который благодаря нашему еще большому оргкомитету существует уже седьмой год, получается. Хотя фестиваль шестой, но год седьмой идет, потому что в пандемию мы решили не проводить фестиваль. Ну и не могли, собственно, этого сделать. У нас был небольшой такой фестивальная волна, так скажем. Мы ее назвали «Пятый с половиной фестиваль». Он шел в онлайне. И сейчас мы рады, что шестой уже наконец-то произойдет в настоящем кинозале. Ну то есть региональное кино живет, процветает? Конечно, конечно. И мы очень рады, что мы делаем большой вклад в это, потому что мы каждый год привозим очень классных специалистов, очень сильных мастеров своего дела. Наши участники могут с ними пообщаться, узнать свои плюсы, минусы, чему-то научиться. И здорово, что во время фестиваля возникают коллаборации, то есть люди знакомятся друг с другом, операторы с режиссерами, создаются творческие команды со звукорежиссерами, с актерами. То есть это такая классная тусовка, поэтому, мне кажется, зрителям даже это должно быть интересно, особенно если вы мечтаете окунуться в киноиндустрию, это ваш шанс. Нужно прийти и попробовать завязать нужные знакомства. Ну что же, вот так кино становится ближе. Александра, я вас и всех организаторов поздравляю с открытием фестиваля. Спасибо. И все в кино на фестиваль региональных фильмов.